Всех приветствую на канале школы вязания нашей пряжи. В предыдущем видео мы рассчитали как вязать реглан погон, а сегодня у нас практика. Вязать будем на примере жакета под форму для моей 6 летней дочки. Для жакета я выбрала пряжу Gazal Baby Wall, взяла 8 мотков. Конец нити оставляем примерно длиной 1 метр 20 сантиметров. Я одну беру спицу свою рабочую, а вторую спицу вот так дополнительно тонкую. И будем набирать петли. Набираю классическим способом. Классическим способом нам нужно набрать 97 петель. 4, 5, 6, 7, 8. Одновременно после 22 петли я ставлю маркер. И это у меня петли левой полочки. Итак, маркерами я разделила по 22 петли для полочек, 15 петель на рукав и 23 петли на спинку. В предыдущем видео я рассчитала, что для ростка мне нужно дополнительно провязать 6 рядов. Поэтому я разделяю петли рукавов на 3 части. Это у меня по 5 петель. Итак, первый ряд узора вяжется лицевыми петлями. Я снимаю кромку, вяжу все петельки полочки лицевыми петлями. Довязала петли до маркера и теперь мы переднем линию реглана. Так мы вот здесь провязываем, мы должны сразу же прибавить петлю на петлях полочки. Подхватываю вот так петельку, правая стенка сзади, левая спереди и провязываю лицевой за переднюю стенку. Это прибавление петли с наклоном вправо. Наклон всегда должен быть от маркера, от петель рукавчика. Переснимаю маркер. Итак, на этой полочке мы прибавили петлю, на другой полочке мы прибавим петлю, когда уже фактически весь росток будет связан и мы будем короткие передами вязать саму полочку. Далее петли рукавчика. С этой стороны маркера это петли рукава и над ними прибавлений мы никаких не делаем, а просто провязываем их по схеме. это у меня 1 изнаночная, 6 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 изнаночная, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще одна изнаночная петля. Провязанная таким образом петли рукавчика. Переснимаю маркер. Далее петли спинки. С каждой стороны петель спинки мы должны делать прибавление. Итак, прибавление делаем по направлению от маркера, значит с наклоном влево. Правой спицей подхватываем ниточку из протяжки, одеваем ее на левую спицу, провязываем лицевой за заднюю стенку. Это прибавленная петля с наклоном влево. Все петельки спинки в первом ряду мы провязываем лицевыми петлями. Довязываю петли спинки лицевыми до маркера. С другой стороны петель спинки нам тоже нужно делать прибавление. Итак, прибавление с наклоном от маркера, то есть с наклоном вправо. Поэтому левой спицей поднимаем вот ниточку из протяжки, правой стенкой назад, левой вперед и провязываем лицевой за переднюю стеночку. Получили скрещенную лицевую петлю, с наклоном вправо, переснимаем маркер. Так, это первый ряд. Мы полностью довязали до петель рукавчика и здесь мы должны только 5 петель провязать. Из них я 4 провязываю по рисунку, а пятую буду оборачивать. Итак, 4 по рисунку. Это 1 изнаночная и 3 лицевых. 1, 2, 3. Последнюю пятую петлю я должна обернуть. Нить перед вязанием, снимаю петлю, нить за вязанием, возвращаю петлю обратно на левую спицу. Это был первый ряд. Поворачиваю вязание. Провязали первый ряд. Так, во втором ряду я должна все провязать вот сюда до спинки. С каждой стороны петель спинки сделать прибавление, так как мы делаем прибавление в каждом ряду. И здесь тоже провязать 5 петель с другой стороны рукавчика. Вяжем по рисунку. Это у меня 3 изнаночных петли. 1 лицевая петля. Переснимаем маркер. Так, спинка, прибавляем петлю. Маркер у нас справа, прибавляем с наклоном влево. Подняла я правой спицы петлю, правая стенка спереди, левая сзади и провязала лицевой за заднюю стенку. Далее все петельки во втором ряду провязываю просто лицевыми. То есть, петельки спинки вяжутся у меня просто лицевыми во втором ряду. Итак, я вяжу лицевыми до маркера. Последняя лицевая. Теперь с этой стороны спинки нам нужно сделать прибавление с наклоном вправо. Левой спинкой подхватываю ниточку из протяжки. Правой стенкой сзади, левой спереди провязываю лицевой за переднюю левую стенку. Получим скрещение с наклоном вправо. Снимаю маркер. Итак, здесь 5 петелек. Из них 4 провязываем. Это лицевая и 3 изнаночных. Есть провязаны 4 петли. А последнюю пятую оборачиваем. Нить перед вязанием петлю снять. Нить за вязанием петлю вернуть. Это был второй ряд. Поворачиваем вязание. Итак, третий ряд. Нам нужно провязать петли до спинки. С каждой стороны петель спинки сделать прибавление. И на рукавчике здесь уже провязывать 10 петель. Поехали! Итак, по рисунку я вяжу 3 лицевые. Здесь одна изнаночная. На рукавчиках никаких прибавлений не делаем. Переснимаем маркер. На спинке делаем прибавление в каждом ряду. Подхватываю ниточку, одеваю ее на левую спицу, провязываю лицевой. За левую заднюю стенку это прибавление с наклоном влево. С наклоном от маркера. Смотрите, вот эта прибавленная петля у меня как лицевая. Следующую я провязываю изнаночной. Потом лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. То есть третий ряд своего рельефного узора я чередую. Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так я провяжу все петли спинки до маркера. Заканчиваю лицевая и последняя обязательно у меня изнаночная. Так как у меня нечетное количество петель. И это супер, потому что следующую мы должны прибавить петлю как лицевую. Поднимаю ниточку из протяжки. Провязываю лицевой за переднюю левую стенку. Это я получаю наклон вправо. Переснимаю маркер. Есть. Так, мы вяжем теперь петли рукава. 10 петель нам нужно провязать по рисунку. Это изнаночная, 3 лицевые, 4-я у нас была обернутая петля. Обернутую петлю мы вяжем вместе с нитью оборачивания. Таким образом, петлю переснимаю на правую спицу, как она есть. Нить оборачивания, вот она, поднимаю на левую спицу. Возвращаю обратно петлю. И провязываю вот эти 2 петли вместе лицевой. Наклоном вправо. Никаких перекрещений я не получаю. Получаю красивую вот такую красивую петельку. Итак, 10 петель нужно провязать. 2, 4, 5, 6 лицевая, 7 лицевая. Я получила 1 изнаночную и 6 лицевых подряд. 8 у меня будет изнаночная, 9 лицевая. 10 петлю мы оборачиваем. Нить перед вязанием петлю снять, нить за вязанием петлю вернуть. Есть, это мне провязан третий ряд. Я поворачиваю вязание, вяжем четвертый ряд. Поехали! Петельки рукавчика выполнить по рисунку. Изнаночная, лицевая, 6 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И 1 лицевая петля. Есть, провязали по рисунку, снимаем маркер. Над петлями спинки мы должны выполнить с каждой стороны прибавление. Итак, прибавляю петлю как лицевую, подхватываю ниточку из протяжки на левой спице, левой стенкой назад и провязываю лицевой за заднюю стенку. Прибавленная петля как лицевая. Далее мы вяжем по рисунку 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть я полностью по рисунку провязываю 1 изнаночная, лицевая, чтобы получить резиночку фактически 1 на 1. Итак, я довязываю до конца спинки. Изнаночная, лицевая, последняя всегда изнаночная. И я прибавляю петлю как лицевую, левой спицей, подхватываю ниточку, правая стенка назад, левая спереди, провязываю лицевой за переднюю стенку. То есть прибавление у меня с уклоном вправо от маркера. Переснимаем маркер. Итак, с этой стороны провязано 10 петель и с этой мне тоже нужно 10 петель провязать. Поехали. 10 петель это лицевая, 6 изнаночных, 1, 2, 3, а четвертая у меня это обернутая. Как изнаночную петлю провязать с обернутой вместе? Правой спицей я переснимаю петлю не вот так, как я снимала лицевую, а вот так. То есть поворачивая ее правой стенкой назад. Петлю оборачивания подхватываю на левую спицу. Возвращаю на левую спицу снятую петлю. Теперь нить перед вязанием. Вот эти 2 петельки провязываю вместе изнаночной за заднюю стенку. Правую спицу ввожу слева направо, вот так. За задние стенки 2 петли провязываю вместе изнаночной петлей. Таким образом с лицевой стороны у вас получится очень красивое уболение. Итак, 2, 4, 5 петель провязано, 6, 7. Это у меня получилась 1 лицевая, 6 изнаночных. Всего 7 петель. Восьмая лицевая, девятая изнаночная. Десятую будем оборачивать. Нить перед вязанием петлю снять, нить за вязанием петлю вернуть. Готовый четвертый ряд, поворачиваю я вязание. Итак, с лицевой стороны будем вязать пятый ряд. В пятом ряду мы провяжем полностью уже все петли вот этого рукавчика. Вот эти 4 ряда, которыми мы провязали спинку, это есть полный раппорт узора. То есть 2 ряда платочной вязки, 2 ряда резинки. Пятый ряд, лицевая сторона вязания. Итак, начинаем вязать петли рукавчика. Лицевая и изнаночная. А здесь нам уже хватит петель, чтобы сделать первое перекрещение. Перекрещение 3х3. Итак, перекрещение идет по направлению от центра к краям. То есть здесь должен быть уклон влево. Для того, чтобы перекрестить 3х3 петли влево, на дополнительную спицу я снимаю 3 петли и ставлю их перед вязанием. С левой спицы я вяжу следующие 3 петли лицевыми петлями. Теперь 3 петли с дополнительной спицы вернуть обратно на левую спицу. И тоже их провяжу лицевыми петлями. Я получила свое первое перекрещение 3х3 с уклоном влево. Далее у меня одна изнаночная петля. Переснимаю маркер. Над петлями спинки с каждой стороны не забывайте. У нас в каждом ряду прибавление. Прибавляем петлю с наклоном влево, то есть по направлению от маркера. Вот прибавила как лицевую. Все остальные петельки спинки провязываем лицевые. То есть мы вот этот рисунок из 4 рядов повторяем с первого ряда. Где у нас все петельки провязывались просто лицевыми петлями. С другой стороны полотна спинки тоже прибавление, но уже с наклоном вправо. Переснимаем маркер. Итак, здесь мы должны провязать уже все петли спинки. Одновременно выполнить перекрещение, как с другой стороны. Вяжем одна изнаночная. И вот эти петельки, вот 6 петель, будем перекрещать 3х3 уже с наклоном вправо. Для этого на дополнительную спицу я снимаю 3 петли и оставляю их за вязанием. С левой спицы я вяжу 3 лицевые петли. Возвращаю 3 снятые петли обратно на левую спицу. И провязываю их тоже лицевыми петлями. Далее у меня идет одна изнаночная, лицевая и опернутая петля. Итак, это лицевая петля, ее просто снимаю. Нить оборачивания, одевая на левую спицу, возвращаю лицевую петлю и провязываю 2 вместе лицевой. У нас должно быть 6 лицевых. Изнаночная, 1 лицевая, 2 лицевая. Довязываем 3 лицевая, 4, 5, 6. А последнюю петельку мы будем оборачивать. Нить перед вязанием петлю снять, нить за вязанием петлю вернуть. И поворачиваем вязание. Так, то был 5 ряд, теперь 6 ряд. В шестом ряду мы петли рукавчика вяжем по рисунку. Это у нас 6 изнаночных петель. 1 лицевая. Снова 6 изнаночных. 1 лицевая. Переснимаем маркер. Обязательно на петлях спинки прибавление. Итак, прибавление по направлению от маркера. Это уклон влево. Все петельки в шестом ряду вяжутся как во втором ряду. То есть, просто лицевыми петлями. С другой стороны полотна спинки делаем прибавление с наклоном вправо. Подхватываю ниточку, правая стенка сзади, левая спереди. Провязываю лицевой за левую переднюю стенку. Переснимаю маркер. Так, здесь тоже все петли нам нужно провязать. Начинаем. Лицевая. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лицевая. Снова должно быть 6 изнаночных. Первая изнаночная, вторая у нас обернутая. Итак, изнаночная петля. Значит, правую спицу заводим вот так, чтобы переснять петлю и повернуть правой стенкой назад. Подхватить нить оборачивания на левую спицу. Вернуть петельку. Нить перед вязанием. Провязываем 2 вместе изнаночной за заднюю стенку. Провязали 2 вместе изнаночной и заканчиваем по рисунку. Изнаночная, изнаночная. Так, нам нужно проверить. Лицевая, 6 изнаночных должно быть 2, 4, 5 и 6. А последнюю петлю мы оборачиваем нить перед вязанием, петлю снять, нить за вязанием, петлю вернуть. Это был шестой ряд. И таким образом мы провязали вот весь наш росток. Эти 6 рядов, это и есть весь росток 2 см. Далее мы будем вязать уже все петельки наших рукавов и по чуть-чуть добавлять петли полочек. Это у нас седьмой ряд. Петли рукавчика вяжем по рисунку. Перекрещений в этом ряду мы не делаем. Это лицевые. Здесь 6 лицевых. Изнаночные. Снова 6 лицевых. Изнаночные. Переснимаем маркер. Здесь мы должны провязать по рисунку. Одна лицевая, одна изнаночная. Но за маркером обязательно как лицевую прибавить петельку для спинки. Следующую вяжем изнаночной. Снова лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Теперь нам нужно провязывать лицевая. И проверить, что лицевая над лицевыми в предыдущем рапорте. Это для того, чтобы сохранялся узор. Просто проверьте, правильно ли вы все вяжете. Если вы будете вязать в шахматном порядке, это уже будет чуть не тот узор. Итак, я вяжу лицевая, изнаночная, все петли спинки. Довязываю лицевая, изнаночная, лицевая. Последняя, как всегда, и изнаночная. И прибавляем петлю как лицевую. С наклоном, конечно же, вправо. Есть. Прибавили петлю снова на спинке. Переснимаем маркер. Итак, вяжу все петельки полностью рукавчика. Изнаночная, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова изнаночная, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Последняя, изнаночная, она у нас с протяжкой. Так, это изнаночная по рисунку должна быть. Я его так переснимаю, поворачиваю правой стенкой назад. Подхватываю ее протяжку на левую спицу. Возвращаю петельку. Нить перед вязанием 2 вот эти петли провязываю вместе изнаночной за заднюю стенку. Так, маркер переснимаем. Итак, это уже полочка. То есть, мы перетнули линию реглана. Здесь мы должны прибавить петлю. Прибавляем петлю по направлению от маркера. Вот так я подхватываю ниточку. Одеваю ее на левую спицу. И провязываю лицевой за заднюю стенку. То есть, направление у нас влево. Итак, вот это у нас петелька. После нее еще 3 петли мы должны провязать по рисунку. Рисунок здесь у нас 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая. И последнюю изнаночную мы должны обернуть. Нить перед вязанием, нить снять, нить за вязанием вернуть. Смотрите, вот здесь сейчас будут постоянно в каждом ряду уже прибавляться петли. Мы вот наши 3 петли, включая обернутые, мы будем далее по 3 считать от обернутой петли. Хотя здесь будет еще больше и больше и больше петель, мы уже их рассчитывать не будем. Итак, провязали, поворачиваем вязание и вяжем по рисунку. Теперь на полочке 1 и 2 полочки у нас прибавлено по 1 петли. Первую петлю мы в самом первом ряду прибавили. Это у нас 8 ряд. В 8 ряду мы будем прибавлять по 1 петле на каждой полочке и по 1 петле с каждой стороны спинки. Поехали! Итак, вяжем по рисунку. Это у нас 1 изнаночная, лицевая и изнаночная. Есть! Петлю прибавляем как лицевую. Я подхватываю вот так ниточку из протяжки по направлению от маркера. Провязываю ее лицевой петлей, то есть с наклоном вправо. Переснимаю маркер и петли наших кос вяжу по рисунку. Лицевая, 6 изнаночных, лицевая, снова 6 изнаночных. Переснимаю маркер, петли спинки. Итак, после маркера сразу прибавляем петлю как лицевую с наклоном влево. Следующая у нас по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Итак, я вяжу лицевую и изнаночную, чередуя все петельки спинки. С другой стороны спинки заканчиваем изнаночной и прибавляем петлю как лицевую с наклоном вправо. Далее переснять маркер. Здесь снова провязываем все полностью петельки нашего рукавчика. Последняя у нас обернутая петля. Итак, это лицевая, 6 изнаночных, лицевая, 6 изнаночных. Последняя лицевая, она у нас обернутая. Снимаем ее на правую спицу, не поворачивая. Подхватываем нить, оборачивая на левую спицу. Вернуть петлю и провязываем 2 петли вместе лицевой. Вот так. Переснимаем маркер. Итак, здесь у нас уже 2 петли прибавлено. Здесь была одна, сейчас будет вторая. Итак, ниточку подтягиваем из протяжки на левую спицу, провязываем ее лицевой петлей. Затем 1 изнаночная, лицевая. Смотрите, вот эти 2 петли в счет не уходят, так как вот это в первом ряду самым прибавлено, это сейчас. То есть, после них 3 петли нам нужно 2 провязать, лицевая и изнаночная, а третью обернуть. Нить перед вязанием петлю сняли, нить за вязанием петлю вернули. Есть 8 ряд, поворачиваем. В 9 ряду будем провязывать все петельки полностью до обернутой петли, плюс следующие 3 петли. Итак, поехали. 9 ряд, это уже все будут вязаться лицевыми петлями. То есть, вот этот рисунок с первого ряда, он вяжется. То есть, петельки переда я вяжу лицевыми. Петлю прибавляем в каждом ряду, значит, прибавляю петельку. С наклоном вправо. Переснимаю маркер. Далее, 1 изнаночная и здесь делаем перекрещение. Мы делали в предыдущий раз от центра влево, теперь нам нужно от центра вправо. Итак, на дополнительную спицу, чтобы сделать перекрещение вправо, снимаем за вязанием 3 петли. Следующие 3 петли вяжу лицевыми петлями. 3 петли вернуть обратно на левую спицу. И тоже провязываем их лицевыми петлями. Изнаночную провязываем и изнаночной. Петельки на второй косичке просто провязываем лицевыми петлями. То есть, мы будем вот так чередовать через лицевой ряд. Делать то справа, то слева. Перекрещение и 1 изнаночная. Переснять маркер. Петли спинки. Вначале делаем прибавление с наклоном влево. Все петельки спинки провязываем лицевыми петлями. С другой стороны делаем прибавление в конце петельок спинки. Переснимаем маркер. Итак, вот эти петельки, что справа, будут у нас просто провязываться лицевыми. Перед ними 1 изнаночная. 6 лицевых. 1 изнаночная. А петельки, которые слева, будут выполняться над ними перекрещения. Перекрещение делаем с наклоном влево. То есть, на дополнительную спицу снимаю 3 петли перед вязанием. С левой спицы вяжу 3 лицевые. Вернуть снятые петли обратно на левую спицу. И провязать их лицевыми. Затем еще одна просто изнаночная петля. Есть петли по схеме. Теперь переснимаю маркер. Здесь за маркером прибавляю петельку. Как лицевую. С наклоном влево. Вяжу лицевыми петлями до обернутой петли. Вот обернутая петля. Я ее провязываю вместе с нитью оборачивания лицевой петлей. Как это делала ранее. Затем следующие 2 петли лицевые. И следующую петлю обернуть. Перед вязанием снять петлю. Нить за вязанием вернуть петлю. Поворачиваем. Теперь 10 ряд. Мы вяжем все то же самое уже с другую сторону. И так. Все петельки в 10 ряду вяжутся просто лицевыми до маркера. Перед маркером прибавляем петлю. Как лицевую. С наклоном вправо. Переснимаем маркер. Вот эти петельки просто по рисунку. Это лицевая. И у нас 6 изнаночных. Лицевая. Снова 6 изнаночных. Лицевая. Лицевая. Переснимаем второй маркер. Делаем прибавление с каждой стороны петель спинки. Прибавление с наклоном влево в начале. Затем вяжем лицевыми все петли спинки. И прибавление с уклоном вправо в конце петель спинки. Переснимаем маркер. Петли второго рукавчика по рисунку. Это лицевая. Шесть изнаночных. Лицевая. Шесть изнаночных. И лицевая. Переснимаем маркер. Итак, в этом ряду у нас лицевыми петлями провязывалось. Так и вяжем петельки второй нашей полочки. Но перед этим делаем прибавление. Есть прибавление. Вяжу лицевыми до обернутой петли. Вот обернутая петля. Снимаю ее. Подхватываю ниточку оборачивания. Возвращаю петельку. Провязываю две вместе лицевой. После нее три петли. Две из них провязываем лицевыми. А третью оборачиваем. Готовый десятый ряд. Повернули работу. Так, одиннадцатый ряд. Но весь тот же принцип. По чуть-чуть прибавляем вот здесь петли. Теперь с косичкой. Итак, перекрещение мы делаем каждым восьмом ряду. Если считать, что в первом ряду перекрещение вот у нас на вот этой части. Второй, третий, четвертый ряды без перекрещения. У меня в пятом ряду над вот этой первой части. Шестой, седьмой, восьмой ряд без перекрещений. С этой стороны все у нас симметрично. То есть, наоборот, начинается вот с верхней стороны всегда начинается. Затем вот так нижней, если так брать. Две схемы вот эти. Вот они есть на экране. То есть, вы себе по этих схемах и вяжете. Значит, одиннадцатый ряд. В одиннадцатом ряду мы должны чередовать одна лицевая, одна изнаночная. Здесь нужно посчитать, какая петля, чтобы у нас сошлось. Итак, прибавить петлю мы должны как лицевую. Значит, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная. Первая петля вот эта изнаночная. Вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Последняя перед маркером, всегда изнаночная и прибавляем петлю как лицевую. Подхватывая нитку из протяжки, провязываю ее лицевой. Переснимаем маркер, здесь у нас в этом 11 ряду все без перекрещений, просто вяжем все петельки лицевыми, одна изнаночная, снова над косичкой все петельки лицевыми и одна изнаночная. Второй маркер пересняли. Итак, петли спинки, прибавляем петлю как лицевую, затем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, рисунок сохраняется. И так я провяжу все петли спинки. Последняя петля перед маркером, изнаночная, прибавляем петлю из протяжки как лицевую. Есть, петелька на спинке прибавлена, переснимаем маркер, все петли нашего рукавчика просто вяжем по рисунку, перекрещений в 11 ряду мы не делаем. Одна изнаночная, снова 6 лицевых, одна изнаночная. Переснимаем маркер. Итак, петли нашей полочкой. Мы должны провязать все петельки дообернутой, плюс следующие 3 петли. Вначале нам нужно прибавить петельку, прибавляем как лицевую с уклоном влево, затем одна изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот обернутая петля, она будет вязаться как лицевая. Я ее снимаю, подхватываю нить оборачивания на левую спицу, вернуть петлю, провязываю 2 вместе лицевой. Следующую изнаночную, следующую лицевой и третью обернуть. Перед вязанием петлю снять, нить за вязанием петлю вернуть обратно на левую спицу. Поворачиваем работу. 12 ряд с изнаночной стороны вяжем по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так мы вяжем все петли полочки. Последняя петля, которую мы с той стороны прибавили как лицевую, здесь она вот изнаночная. И следующую петельку прибавляем как лицевую. Есть уклоном, конечно же, вправо, пересняли маркер. Все петли нашего рукавчика провязываем по рисунку. Это у нас одна была лицевая, затем 6 изнаночных. Снова одна лицевая. 6 изнаночных. И одна лицевая. Далее петли спинки. Пересняли маркер. Обязательно делаем прибавление после маркера. Лицевая. Следующая, видите, по рисунку у нас изнаночная, лицевая, изнаночная. И так я вяжу чередуя лицевая, изнаночная. Все петельки спинки. Довязываю лицевая, изнаночная, прибавляю петлю как лицевую. Переснимаю маркер. Петли нашего рукавчика вяжу по рисунку. Одна лицевая, 6 изнаночных. Снова лицевая, снова 6 изнаночных. Снова лицевая, переснимаем маркер. И так, вот наша другая сторона. Тоже здесь вяжем по рисунку. Прибавляем петлю как лицевую, затем изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы вяжем до обернутой петли. Вот последняя обернутая петля, ее должны провязать как изнаночная. Поэтому снимаю ее, поворачиваю правой стенкой назад. Подхватываю ее, нить оборачиваю на левую спинку. Вернуть петлю и слева направо, вот так, за заднюю стенку, две петли провязываем вместе изнаночной петлей. Три петли после нее провязываю. Она была изнаночная, следующая лицевая, изнаночная. И обернуть петлю, нить перед вязанием сняли петлю, нить за вязанием вернули петлю. Это был 12 ряд. В 13 ряду мы уже должны сделать вот это наше перекрещение. Ну и снова прибавляем с этой стороны 3 петельки. Поехали! 13 ряд. Вяжем все петельки лицевыми. То есть рисунок у нас начался заново. Вот эти 4 ряда рельефного рисунка повторяются. Все петли лицевыми до маркера. Перед маркером прибавляем петлю. Переснимаем маркер. Итак, вот эти петельки мы провязываем просто лицевыми, а над этими делаем перекрещение. С другой стороны наоборот. Так, одна изнаночная, 6 лицевых. Одна изнаночная. Затем беру дополнительную спицу. На нее снимаю 3 петли. Оставляю их перед вязанием, так как у нас уклон идет влево. Вяжу 3 лицевые с левой спицы. Переснимаю 3 петли с дополнительной спицы тоже на левую. И провязываю их лицевыми петлями. Вот получила перекрещение 3 на 3. Видите, раз косичка, два косичка. Здесь будет уже в черед ряд. Еще одна изнаночная по схеме. Переснимаем маркер. Спинка. С каждой стороны спинки мы должны прибавить петельку. А все петли спинки провязываем лицевыми. Довязываю лицевыми. И вот другая сторона спинки. Прибавляем петлю по направлению с наклоном управа. Переснимаем маркер. Так, на этой стороне вот эти петли просто лицевыми. А над вот этими, то есть петли, которые со стороны спинки, делается перекрещение с уклоном вправо. Одна изнаночная вот у нас здесь забыли. Берем дополнительную спицу. На нее за вязанием снимаем 3 петли. 3 петли вяжем с левой спицы лицевыми. Вернуть 3 петли обратно на левую спицу. И тоже провязываем их лицевыми. Затем 1 изнаночная, 6 лицевых. И 1 изнаночная. Переснимаем маркер. Так, в этом ряду у нас все петли вязались лицевыми. То есть, это полочка. Прибавляю петлю как лицевую. И вяжу все петельки лицевыми до обернутой петли. Вот обернутая петля. Снимаю ее. Подхватываю нить оборачивания. Возвращаю петлю. Провязываю 2 вместе лицевой. Затем 2 петли провязываю. А третью оборачиваю. Нить перед вязанием петли снять. Нить за вязанием петлю вернуть. После обернутой петли у нас остается 10 петель. И в следующем ряду мы их все должны провязать. То есть, вот это у нас последний короткий ряд. Поворачиваю вязание. Я все то же самое довязываю до другой стороны. До обернутой петли. Вот обернутая петля. Ее снимаем. Нить оборачивания вот так поднимаем на левую спицу. Одеваем петельку и провязываем ее. И нить оборачивания вместе лицевой петлей. И довязываем лицевыми петлями. 2 петельки. Затем третью оборачиваем. Так, после обернутой петли остается 2, 4, 6, 8, 10 петель. Работу повернуть. Сейчас у нас 15 ряд. 15 ряд мы вот начинаем вязать. И провязываем полностью все петельки нашей вот этой полочки. Поехали. Вяжем по рисунку. Одна лицевая, одна изнаночная. Смотрим. Рисунок должен повторяться. Вот лицевые петли. Значит, это лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Начинаем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Дошли мы до полочки. Итак, все петли полностью полочки нам нужно провязать по рисунку. Сначала выполняем прибавление лицевой петли. И следующую изнаночную, лицевую, изнаночная, лицевая. Итак, все петельки полочки я провязываю изнаночная, лицевая, до обернутой петли. Обернутая петля должна быть лицевая. Я снимаю ее, нить оборачивания поднимаю вот так на левую спицу, возвращаю петельку, провязываю две вместе лицевой. Итак, изнаночная, лицевая, довязываем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Изнаночная и последняя кромочная тоже изнаночная. Очень важно, чтобы перед кромочной у нас шла одна изнаночная петля. Если вы все подсчитали, как я, у вас вот это должно сойти. То есть, одна изнаночная перед кромочной петлей. Поворачиваем вязание. Все то же самое и вяжем в другую сторону. Кромочную снять. По рисунку вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Пересняли маркер. Итак, вот последние наши петельки. 22 петли нашей второй полочки. Плюс те петли, чтобы прибавили. Так, прибавляем петельку. Раз, как лицевую. Вяжем изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. И так мы вяжем до обернутой петли. Вот обернутая петля. Ее мы должны провязать как изнаночную. Иначе я снимаю ее, поворачивая правой стенкой назад. Подхватываю ее ниточку оборачивания. Поднимаю назад петельку. И провязываю слева направо две вместе изнаночной за заднюю стенку. Затем у нас остается 10 петель. Довязан это было изнаночная. Следующая как лицевая. Как изнаночная. И так лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Перед кромочной, лицевая, так как это изнаночный ряд. И изнаночный, кромочный. То есть, с лицевой стороны мы тоже получаем одну изнаночную перед кромочной петлей. И так провязана. Есть, довязали мы 16 рядов. То есть, я полностью закончила формирование своей корловинки короткими рядами. И сам росток. Далее мы продолжаем выполнять вот эту схемку нашей косички. Продолжаем вязать в узорчик. Прибавлять петли на спинке и спереди. Пока не провяжем. Чтобы вот здесь мы получили наши 5 сантиметров. Одновременно в конце следующего ряда нам пора сделать здесь отверстие для пуговицы. И так, отверстие делаем на правой полочке для девочки. На левой полочке для мальчика. У нас по схеме отверстие должно быть на высоте 2 сантиметра. Пока у нас здесь только, даже не знаю, есть ли 1 сантиметр. Но мы уже делаем отверстие, так как здесь будет еще сантиметр у нас обвязки. И так, чтобы сделать отверстие для пуговицы, мы не довязываем 5 петелек. Вот так. Вот эти 3 петельки будем закрывать. Снимаем первую петлю, как лицевую. Снимаем вторую петлю, как лицевую. Первую перекидываем на вторую. Есть. Следующую петлю снимаем как лицевую. Накидываем ту, что у нас первая стоит, на вторую. Это вторая петелька. И то же самое для третьей. Снимаем петлю, накидываем первую на вторую. И последнюю петлю возвращаем на левую спицу. Вот 3 петельки у нас закрыто. И мы сверху должны 3 петельки донабрать. Нить оборачиваем вокруг пальчика и одеваем на спицу. Это прибавлена 1 петля. Прибавлена 2 петля. И прибавлена 3 петля. То есть, мы 3 закрыли, сверху 3 набрали. Довязываем у нас этот ряд лицевыми петлями. Значит, лицевая и кромочную провязываем изнаночной петлей. Вот мы получили отверстие для пуговицы. В следующем ряду мы просто провяжем вот эти петли по рисунку. То есть, кромочную снять. У нас все петли в следующем ряду должны быть лицевыми. То есть, я вот так лицевыми их тоже провяжу. Вот первую провязала. Вторая прибавленная лицевая. И то же самое для третьей. Тоже лицевая. И все остальные петли тоже лицевыми. Так как у нас так идет по рисунку. Вот такое отверстие мы получили. Далее вот эти отверстия я буду повторять через каждые 8 см. От предыдущего. Итак, довязала я первую часть. Здесь главное не перестараться. У меня получается 20 рядов. И это вот будет по короткой стороне 5 см. По длинной стороне здесь 7 см. Главное не перестараться. Вот примерку я делала. Но я чуть-чуть перестаралась. Там я провязала на 4 ряда больше. Пока остановилась. Пока поняла, что уже слишком много. Вот примерила, сфоткала. Немного за много. И 4 ряда назад распустила. Если вы здесь свяжете больше, чем вы отмерили. У вас просто рука спустится вот так. Туда вниз на плечо. И ширина полочки и спинки будет слишком широкая. Итак, первый этап готов. 5 см провязано. Кстати, вот наша косичка какая получается. Следующее переключение мы как раз в следующем ряду будем делать. Это мы прибавляли петли. Напомню, только на полочках и на спинке. По петлях не сказала. На полочках у меня по 36 петель получилось после прибавок. На спинке у меня 63 петли после прибавок. Начинаем вязание второй части. Напоминаю, вторая часть мы уже прибавки на полочках и спинке не делаем. Делаем прибавления только на рукавчиках. Внутренняя часть рукавов. И прибавления делаются уже не в каждом, а в каждом втором ряду. То есть в каждом лицевом ряду мы будем делать прибавления. Вяжу 21 ряд с лицевой стороны. Снимаю кромочную петлю. 21 ряд это все петельки лицевые. Наш лиликепный рисунок в 21 ряду вяжется как в первом. То есть все петельки полностью лицевыми вяжем до маркера. Последняя петля. Так, прибавлений на полочке мы не делаем более. Переснимаем маркер. Прибавления делаем на петлях рукавчика. Итак, здесь сразу после маркера прибавляем петлю как лицевую. Если у нас маркер идет с правой стороны, значит прибавление с наклоном влево. Подняли вот так ниточку из протяжки. Одели ее на левую спицу. И провязали лицевой за заднюю левую стенку. Скрещенная лицевая петля с наклоном влево. Далее 1 изнаночная. По рисунку у меня сейчас 6 лицевых. Снова 1 изнаночная. В этом ряду по схеме я делаю перекрещение. Вот этой второй части. Снимаю 3 петли на дополнительную спицу. Это влево, поэтому перед вязанием. 3 петли вяжу с левой спицы. Затем 3 петли вернуть обратно на левую спицу, которую мы снимали. И тоже их провязываем лицевыми петлями. Это перекрещение 3 на 3 с наклоном влево. Изнаночная петля. Итак, с другой стороны петель рукавчика тоже делаем прибавление. Маркер у нас слева, прибавление значит с уклоном вправо. Левой спицей подхватываем ниточку из протяжки. Правая стенка сзади, левая спереди. Провязываем лицевой за левую переднюю стенку. Это прибавление с уклоном вправо. Переснимаем маркер. Все петельки спинки без прибавления мы просто провязываем лицевыми петлями. Довязываю петли спинки лицевыми. Прибавление на петлях спинки не делаем. Переснимаем маркер. Прибавление делаем на рукавчике. Итак, в начале рукава прибавление с наклоном влево, то есть по направлению от маркера. Затем изнаночная. Здесь у меня должно быть перекрещение с уклоном вправо. На дополнительную спицу за вязанием я снимаю 3 петельки. 3 петельки с левой спицы вяжу лицевыми. Вернуть снятые 3 петли обратно на левую спицу. И тоже я их провяжу лицевыми. Затем 1 изнаночная. 6 лицевых. И еще 1 изнаночная. Довязали петли рукавчика с этой стороны. Тоже прибавление. Подхватывая ниточку из протяжки на левую спицу. Правая стенка сзади, левая спереди. Провязываю лицевой за переднюю стенку. Переснимаю маркер. И это 21 ряд. Петли второй полочки полностью провязываю лицевыми. На второй полочке я тоже прибавлений не делаю. Последняя кромка. Итак, готов. 21 ряд. Поворачиваем в изнаночную сторону. Итак, так как прибавление теперь делается каждую вторую льду, с изнаночной стороны мы прибавления не делаем. Кромочную петлю снимаем. 22 ряд. Это лицевые петли. То есть, петли полочки, спинки и второй полочки я буду провязывать просто лицевыми. Довязала до маркера. Переснимаю маркер. Прибавление мы не делаем ни на рукавчик, ни на полочке. Смотрите, вот здесь уже одна петля. Мы ее будем в этот рисунок включать. То есть, я сейчас ее вяжу лицевой петлей, как и рисунок полочки. Затем по схеме, ага, лицевая, 6 изнаночных. Снова лицевая, снова 6 изнаночных. Лицевая. И вот эта петелька тоже лицевой. То есть, в узор, который мы вяжем на полочке и спинке. Прибавление с другой стороны мы не делаем, так как это изнаночный ряд. Прибавление мы будем делать только в лицевых рядах. И так далее. Я довязываю все то же самое, просто по рисунку без прибавлений. Петли спинки, второго рукава и второй полочки. Далее вы так и чередуете. Один ряд выполняете прибавление с лицевой стороны на рукавчике. Второй ряд вяжете без прибавлений по рисунку. Смотрим, как будет дальше ложиться рисунок. Есть у меня одна лицевая, одна изнаночная. То есть, я кромочную снимаю. И у меня сейчас резиночка. Изнаночная, одна лицевая. Одна изнаночная, одна лицевая. Сохранится ли узор на наших прибавленных петлях? Вот так я довязываю одна изнаночная, одна лицевая и все петли полочки. Всегда у нас заканчивается одной изнаночной перед маркером. Переснимаю маркер. Это лицевая сторона. Делаем здесь прибавление с наклоном от маркера. То есть, с наклоном влево. Петельку мы прибавили как лицевую. Следующую мы провязываем изнаночной. Есть. То есть, чем больше у вас петелек будет, они будут отодвигаться в эту сторону. Лицевая и изнаночная прибавляться. Вы так и вяжете. Лицевая и изнаночная. Далее вот эти 15 петель по рисунку. Это изнаночная. 6 лицевых. Здесь в этом ряду перекрещение у меня не делается. Изнаночная. Снова 6 лицевых. И изнаночная. Далее по рисунку. После изнаночной будет всегда изнаночная еще одна. То есть, она будет 2 ряда лицевыми. Так, где платочная вязка. И 2 ряда изнаночными. Где резиночка. Далее мы подхватываем ниточку и прибавляем петельку как лицевую. То есть, изнаночная, лицевая. И далее у нас все сохраняется. Снова изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Все то же самое повторяем с другой стороны. Это у меня 23 ряд. Затем я провяжу 24 ряд с изнаночной стороны по рисунку. Не прибавляя петли. И далее вернемся к вязанию. Каждый раз прибавляя всю новую петельку на рукавях. Она будет ложиться вот так по рисунку. То есть, даже когда вы вяжете 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть, третий ряд вот этого рельефного узора. Перед маркером всегда будет изнаночная. На петлях полочки. Переснимаете маркер. Прибавляете как лицевую. Следующая изнаночная, лицевая. То есть, все по рисунку у вас снова сойдется. Вот видите, лицевые над лицевыми. Из косички получается вот такая дорожка. Тоже очень будет красиво выглядеть на плече. И так мы продолжаем вязать ряд за рядом, прибавляя петли только на рукавчике. Сейчас у меня полностью провязана вторая часть. Смотрим, как расширился наш рукавчик. У меня провязано 32 ряда. На данном этапе на рукавчике 47 петель. Это 15 петель наша косичка, которая изначально набиралась. И по 16 с каждой стороны мы прибавили на протяжении 32 рядов. Далее мы переходим к вязанию третьей части. Третья часть идет прибавление. Также петли в каждом втором ряду. Прибавляются они уже и на полотне полочки, и на полотне рукавчика, и на полотне спинки. В каждом лицевом ряду. И так, это первый ряд. Я снимаю кромочную петлю. Вяжу лицевыми все петли полочки до последней петли перед маркером. И так, прибавление для рукавчика у нас сразу будет выполняться после маркера, как ранее. Прибавление для нашей полочки мы не можем выполнять сразу перед маркером. Так как нам придется 2 петли прибавлять из одной протяжки. Поэтому одну петлю я оставляю и перед ней прибавляю петлю. Итак, все петли провязаны лицевыми. Петлю прибавляю тоже как лицевую по направлению вправо, то есть от маркера. Подняла правой стенкой назад ниточку, левой стенкой вперед. И провязываю лицевой за переднюю стеночку. Следующая петелька провязывается тоже лицевой. Это все петельки полочки. Переснимаем маркер. С другой стороны маркера прибавление делаем для петель рукава. Итак, прибавление с наклоном влево. Подхватываю ниточкой правой стенкой спереди, левой и сзади. И провязываю лицевой за заднюю стенку. Прибавленная петля с наклоном влево. Вяжу петли рукавчика по рисунку. В этом ряду это лицевые петли, плюс узор косички. Вот я довязываю лицевыми до косички. Здесь изнаночная петля. Делаем перекрещение в этом ряду. Это у меня 6 лицевых. Одна изнаночная. И с другой стороны будет перекрещение с наклоном влево. На дополнительную спицу. Перед вязанием я снимаю 3 петли. С левой спицы вяжу 3 лицевые петли. Вернуть снятые петли обратно на левую спицу. И тоже их провязываем лицевыми. Выполнили перекрещение. Все по рисунку. Затем изнаночные. И с другой стороны довязываем лицевыми полностью до маркера. Довязала лицевыми до маркера. Перед маркером делаю прибавление петель рукавчика. Подхватывая ниточку, провязываю ее лицевой с уклоном вправо. Переснимаю маркер. Следующую петлю вяжу лицевой. А затем после нее делаю прибавление уже для спинки. Подхватываю ниточку и прибавляю петлю с уклоном уже от маркера. То есть влево. Все петли спинки провязываю лицевыми. И вот эту часть прибавления, одна лицевая, прибавление петли рукава, полностью повторяю с другой стороны. Итак, спинку я довязываю до последней петли перед маркером. Затем, вот последняя петля, маркер. Выполняю здесь прибавление с уклоном вправо. Подхватываю ниточку, провязываю ее лицевой за переднюю стетку. Саму петлю тоже лицевой, она относится к спинке. Переснимаю маркер. И здесь выполняю прибавление уже с уклоном влево. То есть прибавление для рукавчика. Вот все петли рукава. Я их быстренько тоже провяжу. Это лицевые петли плюс схема. С другой стороны рукава довязываем до маркера. Прибавляем петлю с уклоном вправо. Переснимаем маркер. Одну петельку провязываем. И за ней сразу делаем прибавление уже с уклоном влево. То есть уже для полочки. И довязываю петли полочки. Кстати, на правой полочке не забываем выполнять отверстия для пуговиц. То есть через каждые 8 см от предыдущего отверстия мы делаем новое отверстие. Итак, мы провязали первый ряд третьей части нашей. Сделали прибавление. То есть фактически 2, 4, 6, 8 петель прибавлено в лицевом ряду. А в изнаночном мы вяжем прорисунку без прибавлений. В этом ряду все вяжутся петли лицевыми. И я их так и провязываю лицевыми. Прибавление в изнаночном ряду мы не делаем. Вот маркер начала рукавчика. Вот прибавленная петля полочки тоже лицевой. Следующая петля лицевой. Пересняли маркер. Прибавленная петля рукавчика тоже лицевыми петлями. То есть все по рисунку мы так и вяжем. Итак, мы по 8 петель прибавляем в каждом лицевом ряду. И вот этот ряд, когда у нас одна изнаночная и одна лицевая вяжутся, смотрим как ложится рисунок. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот эта петля, которую мы ранее прибавили. Одна петля остается перед маркером. То есть мы, как и в предыдущем варианте, довязываем до последней петли. И последняя у нас изнаночная. Прибавляем петлю как лицевую. Тогда вот эта петелька так и остается изнаночной. То есть смотрите, рисунок сохранился изнаночной, лицевая, изнаночная. Все как и так. Довязали до маркера. Маркер переснимаем. С другой стороны мы прибавление сразу делаем для рукава. Прибавляем петлю как лицевую. То есть последняя изнаночная, прибавка как лицевую с уклоном влево. И далее изнаночная, лицевая, изнаночная. Полностью у нас рисунок в этом варианте сохраняется. Так я довязываю до центральных 15 петель, где у нас провязывается схемка. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Заканчиваем перед схемой. Итак, схема вяжется 1 изнаночная в этом ряду без перекрещения. Значит 6 лицевых. Еще 1 изнаночная. Снова 6 лицевых. Изнаночная, вот это петли схемы и далее начинаем вот этот же рисунок. Сразу после схемы следующее изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так я вяжу изнаночная, лицевая, вплоть до маркера. Изнаночная, лицевая, перед маркером последняя, изнаночная. Прибавляем петлю как лицевую, с уклоном у нас вправо. Переснимаем маркер. Так, эта петля была прибавлена для рукава. Для того, чтобы прибавить петлю на спинке, вяжем сначала 1 петлю по рисунку. То есть, прибавлена как лицевая, вяжется как изнаночная. Смотрите, видите, 2 изнаночных подряд. То есть, здесь мы должны прибавить как лицевую. И все по рисунку у нас снова сходится. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее. Все то же самое повторяем с другой стороны для второго рукава. Потом с изнаночной стороны вяжем просто по рисунку. Завязала я третью часть линии реглана. Это у меня было 12 рядов. Длину я получила 4 сантиметра. Всего после всех прибавлений на каждой полочке я получила по 42 петли. На каждом рукавчике я получила по 59 петель. И на спинке я получила 75 петель. До желаемой окружности на рукавах мне осталось прибавить 5 петель и я их переношу на подрезы. Также на подрезах я прибавлю 3 петли для спинки и переда. Ну и 5 петель для каждого рукава. Сколько оставлять петель на подрезы мы также рассчитывали в первой части. Помните, что вы можете вот эти петли совсем не оставлять, а включить их в третью линию реглана. Значит, следующий ряд. Это у нас с лицевой стороны. Мы вяжем полностью все петли полочки первой. Это у меня просто лицевыми петлями. Без прибавлений я уже довязываю лицевыми петлями до маркера. Вот, довязала до маркера. Прибавлений здесь я не делаю. Маркер уже можно снять. Теперь вот эти петли, которые у нас для рукавчика, мы просто снимаем на иглу с нитей. Или вот у меня есть дополнительная леска. Я на нее просто их сниму. Не провязывая, просто переснимаю все петельки рукавчика. Вот последние мои петли. Второй маркер мы тоже снимаем. Вот эти петли рукавчика я просто фиксирую, чтобы они никуда не убежали. Я фиксирую на своей дополнительной леске. Когда петельки рукавчика сняты, спинку и полочку вот так поставьте вместе и посмотрите, как у вас вырисовывается рисунок. То есть рисунок лицевые, изнаночные лицевые, изнаночные лицевые. И вот эта последняя у меня она будет изнаночной далее. И начинается рисунок у меня тоже с изнаночной. Чтобы здесь рисунок был красиво переходил, мне нужно набрать нечетное количество петель. То есть одну, три, пять или дальше петель. Мы вычислили, что нужно набирать три петли. Вот. Раз, два, три. Таким образом у меня сохранится рисунок. Если бы я набрала только две, у меня бы рисунок не сохранился. То есть если мы вот это все при выкройке не учли, то здесь как раз обязательно посмотрите. Если у вас какой-то другой рисунок, так кратно пяти, шести, смотрите, чтобы у вас потом все сошлось. Если лицевой гладью, то вообще не заморачивайтесь, просто себе далее вяжите. Итак, набрала я три петли и довязываю лицевыми петлями это уже петельки спинки. Все то же самое я сделала и для второго рукавчика. То есть я довязываю все петли спинки лицевыми петлями до следующего маркера. И здесь тоже набираем дополнительно три петли, чтобы сохранился наш рисунок. Вот так стягивайте туго ниточку вначале, чтобы здесь не было больших отверстий. И довязываю это первый ряд получается узора лицевыми петлями все петли полочки. Что у нас остались. И как раз я сейчас вяжу третий ряд. Лицевая, изнаночная. Где у нас лицевая? Изнаночная, лицевая. Последняя петля, которая у нас была на полочке, как всегда, изнаночная. Три петельки, которые набрали, это лицевая, изнаночная, лицевая. Первая петелька спинки у нас всегда тоже была изнаночная. То есть рисунок сохранился. Смотрим далее. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, лицевые напротив лицевых. То есть все у нас сохранилось. Так далее мы полотно будем вязать по рисунку в длину. А на рукавчике, вот наши три петли рукавчика. И рукавчик у нас тоже, если помним, начинается, по-моему, из лицевых. Да? Давайте вот так перевернем. Что у нас делается на рукавчике? Рукавчик у нас с каждой стороны заканчивается и начинается из лицевой петли. То есть, чтобы снова остался наш рисунок, нам нужно набрать нечетное количество петель. Вот эти три петли, которые мы набрали для полотна, спинки и полочки, я вот так подхватываю из них ниточку. Раз, два, три. Плюс набираю одну петельку справа и то же самое петельку одну еще дополнительно слева. Наверное, я вот этой спицей подниму, чтобы показать. И одену на спицу. То есть, вот так я набрала пять петелек и их сюда включаю в узор. То есть, их буду вязать вместе, вот так по кругу. По практике самого погона это все. Погон у нас полностью вывязан. Далее мы довязываем спинку перед вместе, рукавчики отдельно. И делаем обвязку. Если вам вот это все интересно провязать со мной, так переходите к следующему видео. В следующем мы просто довяжем вот этот жакет. Всем спасибо! С вами была школа вязания Наша Пляжа. Большое спасибо за каждую подписку, за каждый отзыв и за каждый лайк. Субтитры подогнал «Симон»!